Европейские банки, обладая современной технологией, никак не могут искоренить старую практику отмывания денег. В последнее время разразилось несколько скандалов вокруг таких прачечных, в том числе датского Данский банк, через который простернули 200 миллиардов долларов. За решение проблемы легализации капиталов, заработанных преступным путем, взялась Еврокомиссия. Брюссель планирует создать агентство по надзору за оборотом грязных денег. Оно будет перекрывать финансирование террористам. «За историей грязных денег скрываются ужасные преступления, очень вредные для граждан, общества, семей и общин», сказал Еврокомиссар по финансовым услугам Мейерит МакГиннес. «Следовательно, борьба с отмыванием денег – это борьба с преступностью в самой её основе. Мы закроем бреши в нормативно-правовой базе и больше этого не допустим». Вот некоторые из ключевых элементов пакета мер по борьбе с отмыванием доходов. «Агентство будет контролировать трансграничную финансовую деятельность, имея право налагать штрафы. Оно будет контролировать провайдеров криптовалюты. Вводится лимит на оплату наличными в 10 тысяч евро». За много лет Брюссель ввёл уже несколько наборов подобных правил, но не все они возымели одинаковый эффект по всему Евросоюзу. Член бюджетного комитета Европарламента надеется, что новые директивы будут выполняться всеми государствами ЕС. «Ещё есть страны-члены, которые не приняли четвёртую и пятую директивы о борьбе с отмыванием денег». Сказал Эйро Хейния Луома. «Мы должны быть уверены, что для всех действуют одинаковые правила, и что у всех у нас есть одинаковая возможность быть пойманными, если такого рода криминальные деньги мы переводим из страны в страну». Если Европарламент и страны-члены одобрят создание агентства по борьбе с отмыванием денег, оно появится в 2024 году и заработает в полной мере позже. Разместить его штаб-квартиру у себя вызвала из Германии. Тем временем государства несут потери от этого незаконного бизнеса. В подозрительную финансовую деятельность вовлечены в ЕС ежегодно более 150 миллиардов евро.